Субтитры создавал DimaTorzok Тогда стало известно, что разрабатывается план четырехполосной объездной дороги через поселки Заречное и Перевальное. Местные власти тогда заявляли, что новая дорога Донской и Перевальное необходима, ведь только так можно разгрузить Симферополь от потока автомобилей, стремящихся летом на южный берег. И в этом усердно старались убедить крымчан. Дорога Донского и Трудового на Ялтинскую трассу должна выходить за Перевальным и далее до Алушты. Отрезок от Перевального до Алушты будет реконструирован для увеличения пропускной способности. Участок от Алушты до Ялты тоже реконструируется путем расширения дороги в узких местах. По данным российских властей, протяженность новой объездной Симферополя должна быть около 27 километров. Пропускная способность до 40 тысяч авто, а максимальная скорость 120 километров в час. Проект трассы вошел в федеральную целевую программу на следующие 10 лет со стоимостью более 33 миллиардов рублей. Вот только то, что ради трассы нужно снести около 60 домов, никто не упоминал. Тревогу подняли местные жители Заречного и Перевального, когда к ним приехали геодезисты. А позже к ним стали приходить чиновники, которые уговаривали бросить дома, получить компенсацию и искать жилье в другом месте. О принудительном выкупе земли в Крыму знают не понаслышке. Ведь для Тавриды российские власти тогда изъяли около 2000 участков. Разработчик проекта, петербургская компания «Стройпроект» предложила три варианта строительства объездной. Первый через земли Ангарского военного полигона, второй в сотне метров от Аянского водохранилища и третий через село Заречное и Перевальное. Вот только по факту, говорят местные, никто через полигон прокладывать трассу не будет, ведь земля принадлежит Министерству обороны РФ. Так что остаются два варианта, и в каждом из них сносят жилые дома. А дальнейшее существование Аянского водохранилища, которое питает Симферополь, под угрозой. Вот как идут дома, вот все подряд, 16 домов подряд. Вот эти все дома, вот этот, вот дом, вот это все. Жители поселков несколько раз обращались к российскому главе Крыма Сергею Аксенову. Тот их принимал, кивал головой и говорил, что обязательно поручат разработать другой проект, чтобы сохранить дома. Но дальше слов дело не пошло. При этом чиновники регулярно приезжают и встречаются с жителями Заречного и Перевального. Каждый раз эти встречи проходят на высоких тонах, ведь люди живут здесь десятилетиями. А размер компенсации за участки не более 4 миллионов рублей. И это настолько мало, что построиться где-то заново просто нереально. 4 миллиона. Что я построю? Как я туда проведу воду? Если бы поднять цены на право воды около 200 тысяч надо. Как я проведу газ? Как я проведу сфин? Отвечаю. У нас есть резерв земельных участков, добрых каталитов. От вас была делегирована. Инициативная группа. Чтобы мы не собирались там огромным курултаем, каждый раз по 50-100 человек. Вот 10 человек с нами работают практически каждую неделю. Доносят все ваши предложения. Мы понимаем всю эту бикс, мы параллельно занимаемся. И подбором земельного участка. И сейчас будем вести работу там по оценщикам. Просто эту работу уже надо начинать делать не на словах, а уже на конкретном деле. Некоторые из-за угрозы сноса остановили на своих участках развернувшуюся стройку. А те, кто живет уже давно, говорят, из-за страха, что их могут выгнать в любой момент, неизвестно куда, буквально сидят на чемоданах. 57 домов сместить. Я начал в 90-е годы строить, потом денег, кризис денег не было. Вот сейчас только сделать так, что можно жить здесь. Вот внуки бегают, дети. Я приехал вот в участок, а теперь не знаю, что снесут, не снесут. Я ничего не делаю, никаких работ не произвожу. И вот сидим, как на этом, говорится, на чемоданах. В надежде быть услышанными, жители Добровской долины еще в августе записали видеообращение президенту соседней России Владимиру Путину, обвинив местных чиновников в произволе. Но безрезультатно. Огромная часть домов оказывается либо снесена, либо зажата между двумя дорогами и танковым полигоном. В общей численности это порядка 3,5 тысяч человек. Другие варианты чиновники рассматривать не желают, мотивируя это финансовой составляющей. Моль им дорого. Местные даже организовали сбор подписей в защиту Айянского водохранилища. 9 ноября запланировано общественное слушание, где жители Симферопольского района вновь будут обсуждать строительство дороги. Меня зовут Милена Медеда, телеканал Дом. Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook и на канал YouTube. И обязательно делитесь с нами тем, что происходит у вас дома. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова